В начале встречи Михаил Сапунов обратил внимание глав на развитие в районе социальной инфраструктуры. В частности, речь шла о дорожной деятельности. Глава муниципалитета попросил коллег подготовить и предоставить ему перечень дорог, тротуаров, велодорожек, которые будут созданы или отремонтированы в 2016 году. Также руководитель муниципалитета поднял вопрос о реализации программы «Доступная среда». Я хочу понимать, что поселение мы делаем в течение 2016 года по «Доступной среде» на территории ваших поселений. То же самое, представить информацию таблично, в картах, схемах, в денежных средствах, квадратных метрах, кубах, так, чтобы мы все едино свели, понимали, что делается по «Доступной среде». Еще две важные темы для обсуждения, которые стали актуальнее после встречи Михаила Сапунова с жителями отрадинского поселения, это развитие сети многофункциональных центров и создание дополнительных парковочных мест. Готовится документация по созданию парковочного пространства вообще на территории всей Московской области. Нужно точно понимать, какие у нас проблемы есть. Владимир Васильевич, во-первых, мы вместе с Касаем разберитесь, какой у нас нормативный дефицит по каждому поселению существует по парковочному пространству. Это в большей степени, конечно, касается у нас Красногорска, в меньшей степени, наверное, это и Ленинского. Не обошлось сегодняшнее совещание без обсуждения сайта «Добродел». По словам Михаила Сапунова, работа с данным порталом в муниципалитете налаживается. Красногорский район уже вышел из красной зоны. Но этого недостаточно. Жалоб, на которые нужно своевременно реагировать, меньше не становится. Особенно это касается Красногорска и Павшинской поймы в частности.